И конечно, когда за 1 час 40 минут я не услышал и 5 минут в поддержку не только российских политзаключенных, но и украинских военнопленных, людей, которых похитили с территории Украины, которых увезли на территорию России, которых бьют, пытают, а некоторых из них убивают. И об этом известно в системе. Чтобы было понятно, внутри тюрем очень быстро разлетается молва, особенно если колония на ходу, а, например, Илья Яшин, как он говорит сам, сидел в черных СИЗО и так называемые черные колонии, условно черные, конечно, все галоши управляемые, там нет черных, это все управляемые оперативниками, но тем не менее, с блатными, с дорогами, с мобильной связью и со всеми прочими договоренностями между спецслужбами и криминалитетом, конечно, они прекрасно понимали, что на самом деле происходит. И, конечно, там в застенках прекрасно понимают, как пытают неугодных, тех, кто прет против системы, кто внутри системы пишет жалобы и так далее. И, конечно, еще больше пытают тех, кого берут в плен, увозят в Россию, выбивают из них различные там показания, какую-то там разведывательную информацию и так далее. И когда за 1 час и 40 минут я не услышал ничего об этом, и наоборот, некоторые из них упоминали о том, что и обмениваться не сильно хотели, и они не считали это спасением своим, и это скорее там высылка. Все это такие как бы бравые, крутые ребята, которые вообще до последнего готовы все это терпеть, когда якобы там начальник колонии какие-то сумки кому-то выносил, и какие-то там ФСБшники в розовых рубашечках. И, собственно говоря, да, дальше все это продолжилось у Дудя, да, конечно же, те острые темы, там, он в некотором смысле, там, например, Яшин поменял, признал какие-то свои ошибки, горячность, что не подумал, что нужно взвешивать все, и есть какие-то вещи, которых просто не нужно ему пока касаться, пока он не въедет в полном объеме в тему. Но даже за эти три часа у Дудя есть очень много, ну, по сути дела, комплиментарного по отношению к ФСИН и к ФСБ. Там и рассказ про милый поступок ФСБшника, который вот снял маску в самолете и начал разворачивать свои там эти сэндвичи, курочку, там, яички, огурчики предлагать, вот, худеньким, обмененным, бывшим уже политзаключенным, и рассказ про то, как якобы из бутырки кошечку кому-то там котенка вынесли из камеры, передали. Ну, то есть, в общем, там было там три или четыре истории, там, и про чувака-цирюльника из барбершопа, который там встриг, и якобы там чуть ли там не все в смоленской зоне ходят с модельными прическами, хотя, ну, элементарный факт-чекинг и просмотр даже тех фотографий, которые публикуют СИН России на своем сайте с посещения проверок заключенных. Там понятно, что их всех под ноль стригут, они все там лысые, и ни у кого из них я модельные прически не увидел, ну, разве что за исключением там пары-тройки каких-то очевидных активистов и завхозов, которые работают на администрацию. Вот. Я не понимаю до конца в полном объеме, я не готов обрушиваться с какой-либо критикой на тех, кто вернулся из, по сути дела, российского плена по целому ряду причин, потому что они, конечно же, все невиновные. Они вообще не должны были находиться в тюрьме. Но по украинским пленам здесь, конечно, ситуация, это очевидная всем, и для меня было больно, что никто из них за все это время не нашел и пяти минут, не знаю, там, или эмпатии и сочувствия, или как минимум там возмущения этим длящимся преступлениям, которые в отношении украинцев творятся на территории России. Нету ни слова, ни полслова. В основном политзаключенные про политзаключенных. Пойдем спасать людей, которые пошли спасать людей, которые пошли спасать людей. Но в конце концов твоего друга, твоего соратника Навального убили в ИК-3, и не было ни одного эпизода, где бы за эти там несколько часов нам бы было рассказано то, что происходит в застенках на самом деле с точки зрения того, какие проходят подлые оперативные манипуляции и комбинации. Как одних заключенных настраивают против других, и как эти этих избивают. Ничего не сказано, вроде бы толерантные, демократичные и так далее, но не раскрыта тема касты вот этого типа непривилегированный социальный статус, НСС, который у них стоит в личных делах, категории униженных, обиженных, тех людей, которых отвергли и многих из них унизили в результате оперативных комбинаций. Потому что ты не пошел на поводу у оперативников, ты не дал на кого-то показания и так далее, и сейчас уже там с последние годы они с помощью искусственного интеллекта генерируют какие-то там голоса, аудиосообщения отправляют в зону, где якобы жена или якобы там девушка молодого человека подтверждает, что они там занимались оральным сексом, после которого автоматически человек переводится вот в эту категорию униженных, причем как раз с коллективными, с этими избиениями. То есть не раскрыто ничего из того, что на самом деле происходит в ужасе ГУЛАГа, наоборот, по сути дела в этом интервью, но если хотите, не знаю, розовые очки или некая такая картинка обмана для тех, кто там внутри России находится, что ну год-два тебя поменяют, за это время у тебя будет модельная прическа, ты прочитаешь много очень умных книг, потом тебя обменяют, ты будешь суперстар, у тебя будут брать интервью. Это обман, потому что, во-первых, никого не будут толком менять в будущем, кроме единиц самых-самых известных, за которых хлопочут крупные западные организации, ЦРУ, там в списке включают и так далее. Не будет никаких льготных условий, не будет никакого там начальника, а он же все время рассказывает в интервью, что к нему обращаются там Навы, Илья Валерьевич. Ну я четыре года пробыл в застенках и вышел без десяти зубов, и весь вышел ломаный-переломанный, пережил много операций, даже я россиянин, не украинский пленный, потому что я впрягался за многих заключенных, писал жалобы, заявления, ходатайство, инициировал многие проверки в тех местах лишения свободы, где я находился. В тех СИЗО у меня под крышей только держали там три года и, по-моему, там восемь или девять месяцев, больше там трех с половиной лет. Это как на Марс летать обратно и опять на Марс полететь. И я прекрасно понимаю, как работает в Синовский спецназ, как работают оперативники, как работают подментованные псевдоблатные и их там активисты эти капу, и ничего этого в рассказе нет. Может быть, может быть, действительно у ФСБ была такая задача, а может быть за него там хлопотала Ксения Анатольевна сообща. Типа у него была посадка лайт, да? Ну, очевидно, да, очевидно, что в том рассказе, который он выдает на гора, очевидно, что он был блатным. Не блатным по криминальной иерархии, а блатным с точки зрения того, что у него было большое количество преференций. И там, где среднестатистический обычный заключенный при жесткой приемке получает по хребту резиновыми дубинками, очевидно, там к нему Илья Валерьевич. Может быть, это как раз подтверждение того, о чем я и говорил все эти годы, когда российская оппозиция про политзаключенных писала, что они страшно страдают. А я говорил о том, что по информации наших источников, которые проходят службу в ОФСИН, они многие из известных, они как VIP, на особым контроле. И, соответственно, да, к ним отношения гораздо лучше в среднем, чем к самым обычным заключенным. И что нужно проявлять эмпатию ко всем. Если вы хотите, чтобы вас, как оппозицию, зауважал народ, основная масса российского населения, нужно обращать внимание не только на своих знакомых, друзей и так далее. Нужно смотреть в целом общую температуру по больнице, по этому ГУЛАГу 21 века. А ничего подобного и нету, и даже за эти три часа. Но, опять же, я здесь хотел бы сейчас чуть-чуть помягче, чтобы это было не как холодный душ, который обрушился на Илью Валерьевича, а в целом моя позиция. Они были невиновны. Их сажали, конечно же, без состава преступления. Тот же Илья Яшин провел два года незаслуженно в застенках и потерял два года своей жизни, потому что он вел стрим и рассказывал об ужасах, которые российская армия творила в Буче. И его именно за это посадили в тюрьму, за якобы дискредитацию вооруженных сил. То есть это заведомо невиновный, который находился в застенках. И, может быть, внутри системы тоже многие понимали, что человек не совершил какого-то криминала, никого не изнасиловал, не убил и отдан им по политической статье. Может быть, поэтому. И в целом, наверное, надо дать время им адаптироваться, отдышаться, отдохнуть. Возможно, избавиться от какого-то там стокгольмского синдрома, когда нужно каким-то образом выстраивать какие-то взаимоотношения с ФСИН и с ПСБ, с тем, чтобы самому выжить и вытащить своих самых близких. И я думаю, что когда они посмотрят многие интервью украинцев, которые побывали в плену, как Алексей Анули и другие герои, которые действительно пострадали и чудом выжили, я надеюсь, что они обратят внимание на эту проблему хотя бы с точки зрения политики. Они же себя политиками позиционируют и хотят быть политиками. Так вот, в этой палитре на сегодняшний день история, сколько Путин украл мешков зерна или мешков денег и золота у россиян, это внутреннее дело россиян. Это никто не будет разбираться. Это в понимании всего мира, если русские россияне допускают, чтобы они жили в нищете при олигархах у власти, это их личная внутренняя проблема. Но вот эта вот история с помещением тысяч граждан другого государства в пыточные и совершение в отношении них жестоких методов и пыток, вот это международное преступление, которое в любом случае уже сейчас расследуется целым рядом международных групп и инстанций, вы об этом знаете. И в последующем будут на эту тему решения трибунала и международного суда. И вот если они действительно задумываются о будущем и о своей будущей политической карьере, то одно дело противопоставлять себя какому-то воровайке, который построил себе дорогой дворец. Ну, в России всегда правили цари, генсеки, Ельцины, Путины. Это все такая царская династия, которая там сидит в Кремле, ездит на огромном количестве там, в упряжках у них раньше были огромное количество там коней и дорогие кареты там с алмазами и золотом. А теперь у них вот это все сейчас. То противопоставлять нужно на основе каких-то европейских, западных ценностей. Ведь самое важное это жизнь человека. И по итогам Второй мировой войны, которую в России называют Великой Отечественной и с которой Путин носится как списанный торбой, пытаясь везде себя привязать к победе, которую вообще не он там добывал ценой своей жизни. И в России, даже отталкиваясь от результатов, итогов страшной вот этой Второй мировой войны, по итогам человечество приняло всеобщую декларацию прав человека ООН в 1948 году. И там один из первых пунктов, одна из первых статей – это запрет пыток. И вот на каком поле вот этим всем людям, которые себя хотят считать политиками, и нужно здесь работать и обсуждать и получать широкую поддержку и внутри России, потому что огромное количество людей против пыток. И у Путина было обрушение рейтинга в конце 2021 года по итогам наших публикаций о разоблачении. И, конечно же, здесь это как раз, если сейчас российская оппозиция будет лоббировать, в том числе на западных панелях, площадках, куда, конечно, их позовут и в Европарламент, и в ПАСЭ их послушают, и в Конгрессе Карамурза будет выступать. Это все понятно, что ждет. Так вот, важно, чтобы у них пунктом номер один было требование содействия в обмене всех на всех и возврате всех украинцев из пыточных, вот этого ГУЛАГа 21 века, к себе на родину. Это тот самый мостик, по которому они смогут выстроить некий конструктивный диалог и контакты с тем же самым руководством Украины и с украинцами. А если они будут во всех интервью с утра до вечера рассказывать про то, сколько они прочитали книг, где они там занимались спортом и политзаключенные за политзаключенных, вот занимаясь только вот так вот зашоренно своей узкой направленностью, то и в Украине у них не будет никакой поддержки, и в России, по большому счету, тоже, если они не будут опираться на интересы народа. А народ, конечно, стонет и находится под гнетом этой пыточной системы.